Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ Цари, короли и их придворные Византийская императрица Феодора Наследие могущественной женщины Императрица Феодора считается одной из самых влиятельных женщин в истории. Несмотря на бедное и скромное начало, ей удалось стать императрицей и правительницей Византийской империи. Императрица Византийская империя Феодора относительно малоизвестная политическая фигура, достойная того, чтобы быть частью общеизвестного. Твердая приверженность Феодоры своим убеждениям и принципам, дипломатия и политические навыки сделали ее одной из самых влиятельных императриц Византийской империи. Ее муж и император Люстиниан Ай относился к ней как к равноправному партнеру, что почти не имеет себе равных в истории, особенно в I веке, когда роли и статус женщины были крайне маргинализированы. Их партнерство способствовало процветанию и расширению Византийской империи и заложило основу для развития прав человека, особенно прав женщин. Родившаяся в крестьянском сословии императрица Феодора позаботилась о том, чтобы ее власть была перенаправлена на улучшение социальной политики и правовой системы бедных и слабых. Ее юридические реформы и новые законы привнесли в империю больше прозрачности и морали и обеспечили основу для защиты наиболее уязвимых членов общества. Ранние годы – жизнь императрицы Феодоры как актрисы относительно малоизвестна о молодости Феодоры. Информация в основном поступает из «Тайной истории» – историка Прокопия, написанной в 558 году. Работа представляет собой утверждение Прокопия о публичных действиях и частной жизни императора Юстиниана I и императрицы Феодоры. Феодора родилась в 500 году от начала нашей эры и имела греческое происхождение. В «Тайной истории» Прокопий сообщает, что ее отец, Акакий, был смотрителем медведей на ипподроме в Константинополе. Имя матери Феодоры не записано, но известно, что она была танцовщицей и актрисой. У Феодоры было две сестры – Анастасия и Камита. После смерти Акакия ее мать снова вышла замуж и научила дочерей играть на сцене. В 15 лет Феодора стала актрисой. Однако актерское мастерство в то время во многом ассоциировалось с развлечениями для взрослых и проституцией. В возрасте 18 лет Феодора познакомилась с Гетцеболом – высокопоставленным чиновником в римском правительстве. Стала его наложницей и отправилась в Северную Африку после того, как Гетцебол захватил ливийский Пентаполис. Однако их отношения оказались недолгими. Гетцебол плохо обе. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.